Кто контролирует эфириум? 376 человек контролируют треть эмиссии эфириум, сообщает Bloomberg, ссылаясь на новое исследование аналитической компании ChinaLizis. Эксперты изучили биржевые адреса китов крипторынка и оценили их влияние на курс крупнейшего по капитализации альткоина. Старший экономист ChinaLizis Ким Грауэр заявила, что крупные владельцы криптовалюты крайне редко перемещают свои активы и держат их на цифровых кошельках, а не на биржах. Когда киты переводят эфириум на торговые площадки, происходит небольшое, но значимое воздействие на волатильность монеты. Поэтому необходимо учитывать настроение инвесторов и движение крупных объемов цифровых денег при прогнозировании курса эфириум. По сообщению ForkLog в ChinaLizis обнаружили, что в среднем цена эфириум следует за ценой биткоина. Если последний вырос на 1%, то днем позже эфириум покажет рост в 1,1%. При этом первая криптовалюта никак не влияет на внутридневную волатильность ETH. Примечательно, что переводы китов на биржи не оказывают давление на котировки эфириум, а лишь подстегивают рост внутридневной волатильности. Если же кит переводит средства с биржи на приватный кошелек, то это не оказывает никакого эффекта ни на цену ETH, ни на волатильность. Продолжение следует...